Меня зовут Митя, всем привет. Сегодня я расскажу вам о механизме, который в действительности поможет каждому из нас, в частности любому из вас, и всем нам в целом действительно изменить будущее. Очень многие, когда задумываются и вообще разговаривают о будущем, вспоминают Джулия Верна. Это вполне естественно. Он знаменитый французский писатель, который знаменит тем, что стал предсказателем огромного количества вещей в научном прогрессе. Кто-то подсчитал, что из его более чем ста фантастических идей до сих пор не явились осуществленными только десять. Действительно, Джуль Верн в XIX веке предсказал появление таких предметов, как электрические подводные лодки, самолет, вертолет, факс, видеосвязь и телевидение. Невероятно. Но был ли он магом? Было ли в этом что-то магическое? Конечно, нет. Джуль Верн был образованным человеком, который очень внимательно следил за научным прогрессом. Он очень много путешествовал. И он был из тех, кто каждый день старался узнавать для себя что-то новое. И каждый день старался получать максимальное количество информации. И все его прогнозы и предсказания стали результатом глубинного понимания тех процессов, из которых как из мозаики складывается научный прогресс. Опираясь на тот же самый принцип, мы с вами уже сейчас можем предсказывать огромное количество вещей, которые, очевидно, будут в будущем. Мы уже сейчас можем абсолютно точно утверждать, что в будущем энергия будет получаться в основном из солнца, с помощью солнца, из энергии солнца и из энергии ветра. Мы точно так же можем абсолютно точно утверждать, что биологические, биотехнологии шагнут так далеко, что вот эти штуковины под названием киборги, то есть объединение человека и робота, они будут реальностью. Впрочем, они уже реальность. Мы совершенно точно можем утверждать, что в не очень далеком будущем такие заболевания, как рак или СПИД, не будут представлять серьезной проблемой вообще для лечения. Однако, кто сказал, что руководствуясь этим принципом глубинного изучения всех процессов, из которых потом получается что-то серьезное, можно прогнозировать только научные достижения. Совершенно очевидно, что, понимая, из чего состоит наше общество, понимая, из каких маленьких кусочков оно собирается в большую мозаику, понимая, каким образом получаются все процессы, мы можем предсказывать, каким оно станет, каким станет наша жизнь в будущем. А если мы можем что-то предсказывать, это значит, что мы можем изменить нашу жизнь и наше будущее в целом. Я расскажу вам историю из своей личной жизни и своей личной практики. Пару недель назад я был по работе, напомню, я руковожу благотворительным фондом, я был по работе в Саратовской области. Я там своими глазами видел женщину, которая живет в нечеловеческих условиях. Она живет в маленькой избушке-мазанке, без тепла, без света, без воды. Она глухая, слепая и парализованная. Каждый месяц, когда она получает пенсию, к ней и ее дочери, которая за ней ухаживает, приходит ее сын, избивает их обоих и забирает эту пенсию и продолжает пить. Когда у нее случился предположительно, заметьте, предположительно, это очень важно, инсульт, доктор приехала и сказала, что-то с головкой у нее бобо, и уехала, даже не измерив давление. Так мы и не знаем, с каким конкретно диагнозом она живет и что случилось. Государство ей практически никак не помогает. Только пенсию как обязаны платить, так и выплачивают. А помогают ей только лишь сотрудники католической организации по уходу за стариками. Кто виноват в сложившейся ситуации? Капиталист скажет, она сама виновата. Она должна была заранее позаботиться о том, чтобы во время старости, когда она придет, если, не дай бог, она заболеет, чтобы у нее была хорошая страховка, и о ней заботились. Ну да, частично он прав. Социалист будет утверждать, что виновата государство, потому что государство должно заботиться о своих гражданах. Мы живем все в социальном государстве, и оно должно заботиться о ней. А что, если я вам скажу, что на самом деле виноваты мы с вами? Я и каждый из вас. Но немного. Наше общество стремительно меняется. И многие из нас были рождены в другой стране. И даже те, кто родился уже после развала Советского Союза, который произошел 26 лет назад, все равно живут в обществе, которое до сих пор во многом мыслит теми же принципами, и теми же парадигмами, которые сформировались во времена советской власти. Что же не так со всеми нами? Сегодняшнее общество уверено в существовании какой-то силы, которая обязательно решит все проблемы, либо должна их решить, если они возникнут и ужасно-ужасно расстраивается или даже негодует, если проблемы возникают, а их никто не решает. Вспомните, вы сами многократно, я уверен, читали возмущенные посты в социальных сетях, когда кому-нибудь не дали что-нибудь, что должны были дать, или кому-нибудь не оказали какую-нибудь помощь, которую должны были оказать. Ну, как я уже говорил, левые считают, что помощь должно оказывать государство, а правые считают, что вот эти проблемы должна решать рыночная экономика. Но правда заключается в том, что ни левые, ни правые в нашей стране не рассчитывают в решении проблемы на самого себя и ждут, пока проблемы решат туда-другой. В психологии подобное поведение называется патернализм. И это, конечно, пережиток советской эпохи, когда все было общим, и государство было в ответе за все сферы жизни, за всю вообще деятельность, которая происходила вокруг нас. Но как? Как, спросите вы? Может, парализованная, слепая и глухая старушка решить самостоятельно свои проблемы? Это будет честный вопрос. Конечно, никак. Эти проблемы должна решить не она. Эти проблемы должно решить общество, частью которого она, и все мы, и вы, и я являемся. Известный французский философ Монтескио еще в XVIII веке в своем знаменитом, конечно, все из вас читали, труде о духе законов написал знаменитую фразу, что каждый народ достоин своей участи. Смысл этой фразы заключается в том, что мы несем коллективную ответственность за ту участь, которая нам всем уготована в жизни. Не стоит пенять на плохие дороги, если ты их сам разбиваешь и не стараешься починить. Прошло 300 лет, а это изречение актуально как никогда. Мы пеняем на государство, на внешние факторы, на вещи, которые разъединяют нас или настраивают друг против друга. Однако сами никаким образом не пытаемся изменить ситуацию. И не пытаемся мы потому, что не знаем, как это сделать, не верим в то, что что-либо возможно изменить, давно перестали рассчитывать на такую странную вещь, как выборы, не верим в себя. И это очень страшно. Если мы и стараемся что-то изменить, то в первую очередь для самих себя. Мы покупаем машины, мы покупаем квартиры, дорогой телефон, хорошую одежду. Мы строим свой персональный рай. А если и помогаем кому-то другому, то делаем это либо от избытка средств, либо если вы идете, и вам стало кого-то жалко, вы увидели какое-то объявление. Ну, то есть спонтанно. Наша жизнь и наше будущее зависят только от нас. Хотим ли мы оказаться в конце жизни в ситуации, в которой оказалась бабушка из Саратовской области? Конечно, нет. Можем ли мы оказаться в такой ситуации? Конечно, да. И в этой ситуации может оказаться любой из нас. У каждого из вас наверняка есть знакомые или родственники, которые перенесли инфаркт, инсульт, заболели раком. У нас одна десятая населения инвалиды. Вы точно уверены, что вы им не станете? Можем ли мы избежать участи, оказавшись беспомощными и одинокими, когда наступит недуг, когда наступит время встретиться с ним? Можем ли мы избежать такой же участи, как бабушка из Саратовской области? Безусловно, можем. И вот как. Единственная причина, по которой сейчас тысячи одиноких стариков живут без достойного ухода по всей стране, отсутствие четкого требования у общества обеспечить им этот уход и заботу. И дело так обстоит не только со стариками. Единственная причина, почему в нашей стране так много сирот, чтобы вы знали, их сотни тысяч. Это то, что общество не считает серьезной проблемой, то, что их семьи, да, и 80% из этих сирот есть кровные родственники либо родители. Наше общество не считает серьезной проблемой того, что этих детей отнимают у родителей и отправляют в детский дом. И если бы мы старались, как общество, всеми силами сохранить семью, то в нашей стране не было бы детских домов. Если бы мы старались вытащить семью этих детей, этих сирот из этой социальной пропасти, в нашей стране не было бы проблемы сирот. Единственная причина, почему у каждого магазина, кинотеатра или подъезда нету пандуса до сих пор, это то, что общество не заинтересовано в этом. Если бы мы с вами перестали ходить в кинотеатр, в котором нету пандуса, то этот кинотеатр моментально бы этот пандус построил. Если бы мы с вами перестали ходить в магазин, в который или жить в квартире, в доме, в котором невозможно въехать на инвалидной коляске в лифт, потому что однажды мы с вами можем оказаться на инвалидной коляске, и мы не сможем въехать в лифт. Если бы мы, пока мы на двух ногах, перестали это делать, начали бы заботиться и думать об этом, то застройщики моментально построили бы везде пандусы и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Мы вспоминаем о проблемах только тогда, когда сами сталкиваемся с ними и стараемся не думать о них, когда все хорошо. Я сегодня провел в чате Телеграма небольшой опрос и спросил, многие ли из вас занимаются благотворительностью. Некоторые люди, действительно, большинство все-таки написало, да, изредка занимаюсь, но на втором месте, там было три варианта, да, занимаюсь, да, занимаюсь, да, занимаюсь иногда, да, занимаюсь регулярно, и нет, не занимаюсь, у меня своих проблем хватает. Вот на втором месте было, нет, не занимаюсь, у меня своих проблем хватает. Мы стараемся не думать о чужих проблемах, пока они не станут нашими. Тем самым, мы обрекаем себя на унылое, одинокое существование в том случае, если эти проблемы нападут на нас. Единственная возможность решить эту проблему, это начать помогать другим до того, как мы сами столкнемся с проблемами, потому что это простая математика. Если увеличится число людей, которые не остаются равнодушными к чужим проблемам, это значит, что когда проблемы возникнут у нас, обязательно найдется кто-то, кто сможет нам помочь. Да-да, помогая другим, на самом деле мы в первую очередь помогаем себе. Сегодня в России происходит настоящая революция. И эта революция заключается в том, что благотворительность становится не просто одноразовой и спонтанной помощью какому-либо человеку. Благотворительность становится основным инструментом в вопросе изменения нашего будущего, развития нашего государства и решения социальных проблем. Ни политическим, ни экономическим путем в общем-то решить ничего не получается, к сожалению. И поэтому последнее возможность что-то изменить это взять лопату и копать от забора и до обеда, понимаете, да? Если бы жители маленького городка в Саратовской области сочли для себя недостойным ситуацию, что сотни стариков, там не одна такая бабушка, что сотни стариков живут в ужасающих бесчеловечных условиях и не получают никакой помощи ухода и заботы, объединились бы и начали всем городам помогать этой бабушке, то моментально вслед за ними начала бы помогать этой бабушке и местная власть, и областная власть, и какая угодно, потому что они почувствовали бы компетентные органы, почувствовали бы, что они откалываются от всего остального общества, а этого они допустить не могут. Если бы ну вот например жители России то, что может случиться опять же с каждым из вас сочли недостойным тот факт, что 100% неродственных трансплантаций костного мозга, а это, если вы не знаете, один из основных инструментов для лечения онкологических заболеваний, у вас в Питере этим занимается чудесная больница имени Раиса Максимовна Горбачевой, так вот 100% трансплантаций костного мозга и у взрослых, и у детей в России оплачивают знаете кто? Благотворительные фонды. Если бы общество сочло для себя невыносимым этот факт и недостойным себя, то моментально государство начало бы это оплачивать. Одна трансплантация стоит, поиск донора костного мозга стоит 18 тысяч евро, в год их делается около 15 тысяч, согласитесь, это деньги, которые наше государство может себе позволить. И эту тенденцию можно продолжать и продолжать и продолжать. Если бы любая из социальных проблем, которая волнует каждого из нас, ваших друзей, родителей, близких, если бы этими проблемами озаботилось общество, тогда бы моментально они стали бы решены и внутри государства. Благотворительность на сегодняшний день, жаль, что плохо видно, но мне очень нравится эта картинка, потому что она очень хорошо символизирует то, чем стала благотворительность. Благотворительность стала мягкой силой. Это инструмент мягкой силы, который помогает объединять совершенно разных людей для решения социальных проблем на общероссийском уровне и вне политическим путем. Что такое добро понимает человек совершенно любой политической ориентации? Более того, что такое добро понимает любой человек сексуальной ориентации любой? Это не важно, с кем вы спите, что вы любите, едите вы мясо или не едите вы мясо, в какого бога вы верите, в какую партию вы состоите. Это вообще не важно. Не важно, кем вы работаете и сколько вам лет. Я уверен, даже Шамиль Басаев знал, что такое добро и понимал. Это штука. под названием добро прекрасно позволяет объединить людей и решить любые проблемы. Через пару секунд я вам расскажу о примерах таких проблем, решенных проблем. конечно же, мы не сможем сразу решить все проблемы. Конечно же, кто вам будет говорить, что это все вот так вот просто и быстро, не верьте ему. Это очень сложный и очень долгий путь. Но мы совершенно точно не решим ни одной социальной проблемы в нашем государстве, если мы не начнем их решать, если мы не начнем помогать другим людям. Если мы не сделаем первый шаг к нашему общему, счастливому, успешному будущему, и этот первый шаг он очень-очень простой, найдите любую благотворительную организацию, любую, которая решает какие-либо проблемы системно, занимается, например, социализацией сирот или строит регистр доноров костного мозга или помогает животным, я знаю отличную организацию, которая занимается собачьей эмиграцией из Абхазии через Россию в Германию и начните им помогать. Кто рублем, кто делом, это вообще не важно. Главное, не оставайтесь безучастными. результатом станет не только то, что вы измените свою собственную жизнь и не только то, что вы измените чью-то еще жизнь кому-то помогая. Результатом станет то, что вы измените наше общее будущее. Приведу вам лишь один пример, как обещал. В 90-х годах от лейкозов умирало 90% детей, которые заболевали. Лейкоз — это рак крови. А сейчас выживаемость составляет 80%. И это результат работы благотворительных фондов, в том числе «Подари жизнь» или «Русфонд». Таких примеров масса общества способна производить тектонические сдвиги в те моменты, когда объединяются. общество способно изменять будущее и формировать его в те моменты, когда оно понимает, зачем это нужно и каким оно хочет видеть свое будущее. И опять же, когда объединяется. таких проблем, которые я сейчас описал, в нашей стране еще сотни и тысячи. Зато нас с вами миллионы, сотни миллионов. И не забывайте о тех людях, которые живут вне нашей страны. Единственное, что нас отделяет от спокойного и счастливого будущего, это наше пренебрежение чужими проблемами, пока они не стали нашими собственными. Каким будет наше будущее, решать можем только мы сами. Как говаривал доктор Эммет Браун из фильма «Назад в будущее» и тоже, между прочим, последователь Жюля Верна «Будущее нигде не записано. Его можно изменить. И вы это знаете. Каждый может сделать будущее таким, каким пожелает». Вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ